Девушки отдыхают Как обычно А что это за хрен с горы? Это? Не знаю, ходит тут иногда Значит вот, Витя, на такси в пробке стоишь А я не смотрю, машин столько, прямо не проехать Давай завязывай, а? На мозги капать, так башка болит А что такое? Всю ночь оперативно-розыскные мероприятия проводил, да? Какой ты догадливый, а? Мне такой компонент больше не нужен Все, успехов! Как ты это есть сможешь? Да я что тут, абонемент что ли? Купи пять шавер с игрекотика Тебе не понять И вообще, чтоб ты понимал Шаверма с пахмири, это то, что доктор прописал Хотя кому я говорю Спортсмену-активисту из общества Трезвость на шканек Трезвость на шканке Что-то и дядя пойдет разбираться А с какого мы должны? Потому что, Витенька, это наша территория Леван, дай салфетку Спасибо Что приехал-то? Узнал, что у брата ларек пострадал? Слушай, Тигран Я вот тебе хотел узнать Ты как участковый За кого больше переживаешь? За брат или за ваш семейный бизнес? Да я там Меня вызвали, короче А, из тебя вызвали? Так давай иди работай Расспрашивай жильцов А еще хотел узнать Те, когда люди дверь открывают Не пугаются, нет? Не поверишь, ведь Радуются Все-таки большие деньги портят людей Иногда буквально А вот здесь ты не прав Большие деньги портят только маленьких людей А нормального человека Никакие бабки не испортят И вообще, чтоб ты знал Деньги они показывают, кто ты есть У тебя бы я сто баксов не доверил Ты бы их сразу на свое Спортивное питание бы потратил Витя Не смеши меня Откуда у тебя сто баксов? Все, что в быкло уходит О, начальство Ну Что тут у нас опять плохого? А у нас все хорошо, как обычно Личность убита восстановлена Это Дмитриев, владелец микрокредитной организации Заказное убийство, значит Возможно, проверим Отработаем личные связи и партнеров Заказное убийство Ты куда лезешь, мутант долбаный? Вы ко мне? По поводу мужа? Да по ходу да Пару вопросов вам надо задать Да меня уже вызвали к следователю Вот я сейчас к нему еду Прекрасно, по дороге поговорим Что? Что? Да, ничего, столько стоит Что? Машина Три с половиной Мне на такую не накопить Может вам еще кредит выдать? Слушайте, давайте какие-то нормальные вопросы задавайте Ах да, я хотел узнать про ваши отношения с мужем А что? Хорошие отношения Нормальные Жили счастливо Тихо, спокойно Как в гробу Очень интересно По версии следствия Взрывное устройство было проведено в действие дистанционно Владелец автомобиля Дмитриев Юрий Михайлович Погиб на месте Спасибо, Надежда С нами была на связи наш специальный корреспондент Да-да Место происшествия на тюрьме Капитан Орлов Добрый день, Николай Львович Добрый, добрый Какой тут добрый? Вроде не 90 Людей на улице взрывают Николай Львович Я бы хотел задать вам несколько вопросов А-а-а Понимаю Я же у вас теперь первый подозреваемый, да? Вот Вы же сами все понимаете Какие у вас были отношения с убитым? Я вам честно скажу непростые Было очень много спорных моментов Говорю как есть, но когда… Что да? Мы всегда старались находить компромиссы Конечно, в последнее время Юра себе позволял Вел себя по-хамски Регина, у меня будет маленькая просьба Если вы вспомните что-то важное, позвоните мне Хорошо Танюша, что случилось? Машинка сломалась Соседи чуть не затопили Ничего себе Ну а что ты хотел? Она у нас уже столько лет проработала Так, через пару недель у меня зарплата будет Купим новую Ты предлагаешь несколько недель ждать? Может кредит возьмем? Тань, давай-ка обойдемся без кредитов А что такое? Ничего Просто ты прекрасно знаешь, какие я деньги зарабатываю Я не собираюсь платить конские проценты И кормить каких-то там бары Ладно Ты же у нас мужчина Как скажешь, так и сделаем Держи Вот я не понимаю Вот скажите мне Вот вы бы смогли ездить на машине за три с половиной ляма, а? Слушай, я никогда таких бабок не заработаю Машина – это мещанство С тобой все понятно, ты у нас свободный художник Слышь, художник, а? Ты бы для приличия чай бы заказал? Чего ты кипяток этот хаваешь? А у меня денег нет! А, молодец! А что ты тогда без денег сюда ходишь? За вдохновение Ой, извините, извините О, блин! А че мы такие серьезные сегодня? Да так, опять с квартиры съехать попросили, я новую нашла А там снова за первый месяц заплатить, последний месяц по нуля О, вообще Давай Вот держи, чем богат Спасибо Спасибо Я тебе больше не дам, мне еще надо дочке зимнюю обувь покупать Ты же говорил, что в разводе Ну да Слушай, даже если я в разводе, ребенок че должен босиком по снегу ходить? Ну логично же Да я не к тому, ладно, спасибо большое, я там подсмолку Да? Перестань ты, Адаш! Да? Здравствуйте, это Регина, я кое-что вспомнила, вы можете приехать? Да не вопрос, выезжаю Здравствуйте Что случилось? Ничего не случилось, я соврала вам Я ничего не вспомнила Просто Сегодня первая ночь, когда я одна и Мне стало страшно Так, ну с Сульвановым мне все понятно Вовремя приходить на службу, это не его метод Но телефон-то можно было включить Так у него разведился, наверное Ну что ты его постоянно передо мной покрываешь? Ощущение такое, что он враг какой-то Олег, если у нашего коллеги возникают какие-то проблемы, не надо молчать об этом Мы здесь друг другу, не чужие люди Ну, что у нас хорошего? Ну что? Все как обычно Без изменений Он Ульянова опять где-то носит Ага, ну, знаешь ли Хорошего опер ценится не за то, что на службу не опаздывает Ага, я вот помню, мы с моим напарником лет двадцать тому назад брали одного барыгу Но он паленой водкой торговал Так вот, значит, я приезжаю на место, а мой напарник Михаил Иванович Тут у нас по делу Дмитриева капитан Орлов хочет доложить Ага, ну-ну, интересно Докладываю По делу Дмитриева зацепок нет, отрабатываем версию Молодцы Много наработали Михаил Иванович, в капитане Орлове я не сомневаюсь, он не первый год работает в розыске Так что... Ну, ты Ульянова тоже Со счетов не сбрасывай Ну, я... Я знаю Что он у тебя поперек горла Но, в конце концов, он не красная девица Чтобы тебе нравиться Понял Работайте Есть! Работайте! Есть! Работайте Да Да Где тебя носят? Коновалов уже рвет и мечет Отрабатываю версии Так, Витя, слушай меня Давай ноги в руки и мчи сюда Да еду я, еду в пробке стою Короче, ты понял Ты приедешь вечером? Ну, я прошелся по домам, со всеми поговорил Ну и че узнал? Давай, давай, не тяни кота за тестику Да ничего! Никто ничего не видел, короче Подожди, а где показания дворника? Какого дворника? Наш дворник уже неделю бухает Ты уверен? Че-то на пьяного он не был похож Привет 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 Ну, привет Слушай, а ты че такой кислый сегодня, а? Возьми у Тигра на изюмчик и сладенького поешь Будет? Так ерунда Мастералка сломалась, а денег нет купить нового Возьми кредит Еще один, прям как моя Таня О, тебе уже два человека умные вещи говорят Ага Очень умные Взять десять тысяч, что потом сто отдать А кто тебе говорит про отдавать то, а? А коллектора Олег, вот ей богу, ты вот как первый день замужем Короче, брала свой телефон в кредит Пришли потом ко мне эти гоблины, мол бабки надо возвращать Ну и все, я им популярно все объяснил Что если они ко мне еще раз сунуться Я у них на кармане героин найду, стволы найду Еще пару глухарей в придачу припишу И все, они теперь как зайчики, больше меня не беспокоили Не-не-не, Витя, я так не могу И вообще все это как-то не очень честно О, да ты у нас романтик Олег, в твоем возрасте Идеализм приводит к депрессии и ранней импотенции Витя, да при чем тут идеализм? Это же барыги Ну хорошо, ты мент, ты можешь ничего не отдавать А остальным как? Они что, за эти конские проценты почки должны продавать по-твоему? Ну их же за уши никто не тянет брать кредит Мало ли у людей ситуации бывают Ого, мало ли Башкой то надо своей думать Никто же не скрывает, что там большие проценты И клиентов у этих кредитных компаний, я тебе скажу, меньше не становится Вон, и Дмитриев наш не бедствовал, у него все в порядке с бизнесом было Ну вот это точно Нет, не моя эта тема и все тут Да ладно, ну что он две недели продержался Правда Даня конечно голову мне съест Че ты лыбишься? Вот, здесь дворник живет А дверь-то не закрыта Опа-па Так Так Портвень дешевый Давай мужик вставай, мужик вставай, давай 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 Погоди, погоди, пусти-ка специалиста Так, вот сейчас Ну-ка, давай 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 Что такое? Вы кто, а? Кто-кто? Полиция В пальто Где ты был вчера утром? Вчера не помню На работу собирался На работу Мужик Прошел Поправиться предложил Мы выпили Че за мужик? Ох Толик, помню Полиличный вроде Мужик А имя, помнишь, как его зовут-то? Да без войны Так Давай-ка давай 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 Оооо Шрам Вот тут Был Ё-моё А форма-то моя Где? А? Робот Оооо Ооо Трюш Получается киллер наш Спер у дворника одежду и метлу? Надо экспертов дождаться Пусть пальчики снимут Наверняка там на бутылках или стаканах остались Составим фоторобот Объявим в розыск Слушай, Тигран Обмитнись-ка по ближайшим помойкам, а? Посмотри Наш приятель должен был там где-то робу оставить Не, я по помойкам не полезу Тебе надо, ты и лезь Алло, гараж Не полезешь в помойку, я ларек твоего брата нахрен прикрою Да? А шаверму где ездить будешь? А ничего, перебьюсь как-нибудь И капитан Орлов тоже считает, что шаверма очень вредна Да-да Да Витя, ты можешь приехать? Чего происходит? Ну так, дело одно Ты давай, и экспертов дожидайся Ага Кто это сделал? Крайков Митя, мне кажется это Крайков заказал на его мужа Послушай, постарайся вспомнить, ты в последнее время не замечала человека со шрамом на лице? Он мог следить за твоим мужем, и скорее всего он и убил Ну нет, хотя подожди, я когда приезжала на работу к мужу, я один раз видела, как из машины Крайкова действительно выходил человек со шрамом, Витя Куда мужчина, стой! Постоянец готов! К УС一下 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 А вы кто? Что происходит? НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Андрей, я тебя прошу, не надо мне звонить, я уже все решила. Подождите! Ну, я действительно ее ударил. Я просто хотел выкупить у Регины долю Дмитриева. В конце концов, она мне сама позвонила. Я ей предложил хорошие деньги, а она отказалась. Я не понимаю, как так вышло. Я вообще женщин никогда не бил. Слышишь ты, я не спрашиваю, что у тебя куда зашло и что откуда вышло. Я ведь все знаю. Убил Капаньон, захотел его долю забрать, у его жены отнять. Киллера нашел. Да ты такого киллера! Я вообще не понимаю, что происходит? Фитя! Давай выйдем, разговор есть. Фитя, что-то тут не сходится. Странно, он себя ведет. Он сам подумал, что идиот. Не предусмотрел, что после смерти Дмитриева все к его жене перейдет? Слушай, да нормально все. Сейчас ему пару вопросов задам, он расколется. Подождите, Витя. Пусть пока в камере посидит. Основание для его задержания есть. Он Регину избил. Посадим к нему агента, он его разговаривает, и мы во всем разберемся. Да, Марин. Витя, привет. Напоминаю, Насте нужно купить обувь. Да я все помню. Заберу я сейчас с тренировки и все и куплю. А знаешь, раз ты такой умный, давай-ка сам все и решай. Папа, ты про работу думаешь? Ну так, немножко. Мама говорит, если бы не твоя работа, мы бы вместе жили. Наверное, так оно и есть. Папа, не переживай, у тебя все будет хорошо. Спасибо тебе, ребенок, за поддержку. Но что-то я в этом сомневаюсь. Ты должен верить в себя, и самое главное, не пить. Ты же хороший человек. Чтобы оставаться хорошим человеком, нужно принимать какую-то анестезию. Пап, можешь тебе помочь? Я за тебя переживаю. Спасибо, ребенок. Но я должен сам себе как-то помочь. Я по тебе очень скучаю. А я по тебе. А по маме скучаешь? Бабки появились? Так, картинку продал. Слушай, Федя, дело у меня к тебе есть. Мне человека надо одного найти. Начинается. Ты что, вообще, что ли? Ты лучше вон со своего этого участков вас просить. Маш, иди пройдись, я. Ты забыл, что ты у меня агентом числишься? Ты за это бабки получаешь. Ой, да были бабки. Ладно. Теперь будешь работать бесплатно. Привет, Мария. Теперь будешь бесплатно работать. А начнешь выпендриваться, я тебе фокус покажу, как твой условный срок в реальный превращается. Вот так вот в нашей стране притесняют художников. Рассказывай, что за человек. О, какие люди. Я на вас жалобу напишу. Пиши, пиши. Писатель. Ты какого хутора Крайкова освободил, а? Так он не виновен, Витенька. Крайков рассказал моему агенту, что баба решила его пошантажировать. Он ее ударил, а потом его обвинили в убийстве. Пошантажировать? А на чем пошантажировать-то? Вот. Оказывается, у них была любовная связь. Но Крайков решился прекратить. Вспомнил о жене и ребенке. А у Регины сохранилась вся их переписка в телефоне. И она решила ему напомнить о ней, когда он пришел выкупить долю ее мужа. Который заплатил побольше. Поэтому он ее ударил, да? Какой догадливый. Но к убийству Дмитриеву он не имеет отношения. Привет. Ты спала с Крайковым? Что? Может быть, в мечтах его я и спала с ним. Витя, он всегда хотел получить то, что имел мой муж. Витя, что ты делаешь? Веть! Витя, отдай телефон! Ого! А Крайков-то у нас не гигант. С таким бы я. Только микрокредитами бы и занимал. О! И ты тут тоже? Ничего себе! А ты что, может быть, ревнуешь? Крайков сам виноват во всем. Он хотел выкупить долю моего мужа. За копейки. Я не могу себе этого позволить, Витя. Но я, в конце концов, одинокая женщина сейчас. Витя, у нас все будет хорошо, если ты мне поможешь, я и обещаю тебе. Витя! Прощай, любимая. Будем считать, что мы не сошлись с характерами. Ах ты, тварь! Ненавижу тебя! Ненавижу! Таня, ты чего? Нельзя было две недели подождать. Ну, знаешь что? У нашего сына не 25 пар штанов, а всего трое. Ну, пусть он сам постирает. Я, между прочим, в его возрасте стирал. То, что ты в его возрасте стирал, совсем не значит, что он должен делать то же самое. Я понимаю, у тебя родители бедно жили. Но их же это устраивало. Надеюсь, любовь к нищете не передается по наследству. Далеко собрался? У меня ночное дежурство. Попросили подменить, я забыл. Олег! Люся, а ты что здесь делаешь? Вы же сами сказали, что результаты экспертизы должны прийти по квартире дворника. Вот я сидела и ждала вас. Дай-ка посмотреть. Слушай, пусть пока это у тебя полежит, хорошо? Хорошо, ладно. Товарищ капитан, может, вы меня проводите? Люся, давай я тебе такси вызову. У меня тут еще одно дело нарисовалось. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Эй, чего несем? Так это, форму нашел, короче. А ты не хотел там эксперта вызвать? Ты же пока нес, что из карманов вытряхнул. Нет, я все проверил, там ничего нет. Какой молодец! А тебя не учили в детстве, что шарить по чужим карманам нехорошо? Ладно, потом за несешь в дежурь. Слушай, А где здесь водки можно купить ночью? О, не знаю. У нас в районе такого нет. Ну, конечно, нет. Тигран, а ты хорошо обязанность участкового знаешь? Читал. Один раз читал. А ты в курсе, что там нет пункта крышевать бизнес-родственников? Нифон, ты что за фильм матрица? Чего, у твоего брата близнец есть? Да нет, короче, днем здесь жена Ливона работает. А он шаверму продает. А ночью он сам здесь работает. Ночью опасно. Ливон, ты хоть питьешь когда-нибудь? Слушай, а вон ту водку кто у тебя пару дней назад покупал под утро? Эту? Ага. Не, мы утром водку не продаем. Ты что? Послушай меня, дорогой, у меня есть результат экспертизы, что эта водка паленая. Я не удивлюсь, если вы ее тут разливаете в подсобке. А это как ни крути статья. Так что, может исправим ситуацию и ты мне все расскажешь? Ну, да вроде было, да. Но я ничего не помню. Ну, честное слово. Ох, Ливон, огорчаешь ты меня. А у нас здесь камера есть. Пойдем посмотрим. Да, камера есть у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, художник. Ну, че, нарыл что-нибудь для меня? Ну, есть кое-что. С тебя весь кларик. Приходил к моему корешу один. Чувак хотел купить взрывчатку. Опа. Познакомь-ка меня со своим корешем. Я его за терроризм посажу. Мне как раз надо план выполнять. Ага, Ульяна. Ты че хочешь? Моего кореша посадить или мужичка поймать? Давай рассказывай уже. Короче, пришел этот мужичок странный какой-то. Сразу всех денег заплатить не мог. У него какие-то проблемы там были с баблом. Он каких-то кредитов набрал, коллекторы на него наехали. Ну, в общем, мой кореш, ну, ничего не продал. А где мужик живет, знаешь? Да и тут вот с семьей квартиру снимают. Правда, жена от него, похоже, ушла из всей петрушки с коллекторами. Ну, поехали, покажешь. Эй, не-не-не-не-не-не-не-не. Я не столь гениальный художник, чтобы умирать молодым. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ствол на землю! Руки перед собой, чтобы я видел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты как здесь оказался? А гражданин Селиванов водку покупал в ночном магазине. Для дворника. Прямо оттуда звонил кому-то. А в пять утра не так много звонков. Так что мне его номер пробили быстро. Так как-то глупо все получилось. Меня с работы уволили, я никуда устроиться не мог. А у меня жена, ребенок. Но я подумал и решил взять кредит, чтобы хоть как-то перебиться. М-да. Очень мудрое решение. Да, Витя? Че дальше-то было? В банках мне отказали. Я пошел в эту контору к Дмитриеву, взял 50 тысяч. Жене ничего не сказал. А через два месяца оказалось, что я должен уже 500. Эти уроды, коллекторы, наезжать начали. Жена не выдержала, забрала сына, ушла. И вот тогда я подумал, что этот гад Дмитриев жить не должен. Следить за ним начал. Но в конторе опасно, охраны много. А тут увидел, что он иногда шоферму жрет. Еще все думал странно. Денег у мужика дофига. Знаю я одного такого гурмана. Вот, Витенька, это то, о чем я тебе говорил. Ой, ну конечно. Своей башкой надо было думать, а не людей взрывать. Ты что наделал, дурак? Ты что наделал? Я хочу, чтобы Крайков сел. Гражданочка, давайте-ка вы со своими тайными желаниями сами разберетесь. Сел, лег. А стоя тоже неплохо получалось у тебя. Он избил меня. За это даже условно не дадут. А вот за нападение на сотрудника можно и присесть. Сколько стоит решить этот вопрос? Я могу заплатить? Позвони мне. Да. Так кто мне там говорил, что деньги людей не портят? А что ты ржешь-то? Взял бы денег, машинку бы стиральной купил. Жену бы ублажил. Да пошел ты. Ну что ты творишь? Ну что ты творишь, а? Ты в курсе, что на тебя Крайков жалобу накатал? Да не переживайте вы так, товарищ подполковник. Заберет он свою жалобу. Это с какого? А есть у меня одна информация, которая его жене ой как не понравится. Так что как зайчик заберет. А вы так сильно не нервничайте, вам вредно нервничать. Крюся. Что ты делаешь? Что я делаю? Звучит музыка. Звучит музыка. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ты же знаешь, что я не пью? Да, я в курсе. Слышь, Олег, ты меня так-то вчера жизни спас. Поэтому я выпью за тебя. Тихо. Тихо. Да, Тань. Олег, пройди. Я, наверное, сказала лишнее. Прости меня, пожалуйста. Возвращайся домой. Скоро буду. Дома поеду. Ну что, до завтра. Давай, пока. Папа, у нас новая стиралка. Откуда? Это папа купил. Представляешь, позвонил ему, сказал, что поломалась стиральная машина, он новую привез. Удачно получилось, да? Ты раздевайся, ужинать пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Симпатичная девчонка. А че ее раньше не видела, а? Она новенькая. Пару дней назад ускорилась. Она хороша. Опа! Привет. Сознакомимся? Виктор? Меня Анюта зовут. Виктор. Очень приятно. Может, шампанским угостишь? Опа! Вот был бы помоложе, вот честное слово, женился. Ну так ты вроде и не старый. Хотя знаешь, в моем возрасте тоже есть свои плюсы. Могу говорить прямо все, что буду. Давай, девайся, поехали ко мне. Какой ты быстрый. Надеюсь, только на сова. Я не переживаю, если все в порядке. Я через полчаса заканчиваю. Можем посидеть где-нибудь. Отлично. Заходи, заходи. Крики, я вот так шампузик запустила, Маникола. Хотя потом ведь у меня и праздников не было. Сейчас все будет. Так стоп, погоди. Погоди, мне надо держать себя в руках. У меня завтра день отца. Никому не могу. Сим, сим, откройся. Сим, сим... Чего ты тут разлеглась? Давай вставай! Эй! Твою мать! Привет, Коновалов на месте? А его еще нет. Олег, хотите кофе? Нет, спасибо. Кофе я сегодня уже пил. Жаль. А я тут вчера эклеров напекла, и так много получилось. Угощайтесь. Ах, Люся, мне нельзя, это же быстрые углеводы. Ну, всего ты один. Ну что, доигрались? Ульянов девчонку убил, так что езжай и разбирайся. Ульянов. Да, почему-то я не удивлена. Чего-то такого я от вас и ожидала. А вы в битве экстрасенсов не пробовали участвовать? А тут и так все очевидно. Что, совсем ничего не помните? Вот тут что-то помню, а вот тут ни хрена не помню. Ай. Да. Жень, ну что ты по поводу Ульянова-то думаешь, а? На что есть думать. Вот у меня его рапорт об увольнении с открытой датой. Сейчас подпишу, вчерашним днем, и все. Ну, пусть сам разбирается. Подожди. Ты что, веришь в то, что Ульянов мог убить человека? Он же отличный парень. Ну, я думаю, что в суде это учтут. Вон оно как. А ты у нас, значит, Евгений Геннадьевич просто святой. А может тебе напомнить, как ты сам лет пять тому назад попал за превышение должностных полномочий? А? А я ведь тогда на это глаза закрыл. Чего молчишь? Так что ты помни, что у меня в сейфе вот точно такой же рапорт лежит. А я, кстати, вчера по-английскому пятерку получила. Правда? Да. Ну, еще пара таких пятерек, и можно боксом подправлять. Да. Марина, подожди! О, Олег, привет. А ты к Витти, что ли? Да. Я вот Настю на выходные привезла. Слушай, он заболел, сейчас же грипп ходит. Вот лежи с температурой. Подожди, почему? Он мне сам ничего не сказал. Вот я. Что случилось? Ничего, вот так уж совершил убийство. Во-первых, бывший муж. Во-вторых, при детях такие вещи не говорят. Я все понимаю, но нам нужно ехать. Я обещаю вам, что вы увидите с вашим бывшим мужем в следственном изоляторе. Что за глупости? Какое убийство? Конечно, глупости. Марин, я во всем разберусь. Позвони мне, как что-то выяснишь. Да, я слышала голоса, но никого не видела. А родители спали в это время. Ясно. Если что-то вдруг вспомнишь, обязательно скажи родителям, чтобы связались со мной. Хорошо. Ну что, узнал чего-нибудь? Да как всегда, короче. Никто ничего не видел. Знаешь, Тигран, а я от тебя ничего другого не ожидал. Слышали, как Ульянов под утро с девчонкой какой-то возвращался. Шумели сильно. Ну это и так понятно, Тигран. Соседка видела, как мужик какой-то выходил через час. Подожди, что за мужик? Описать она его сможет? Да она не помнит. Ну хоть что-нибудь. Как был одет, рост, вес. О, чуть выше меня. Мда. Молодец, Тигран. Успехи делаешь. Скоро настоящим участковым станешь. Послушайте, это не Ульянов. Я ее у экспертов с фотографий с места преступления скопировал. Вот смотрите. Замок явно вскрывали отмычкой. Там царапины есть. Ну, Ульянов, у нас бухает. У него руки дрожат, вот тебе и царапины. Еще свидетельница есть. Соседка. Скорее всего видела настоящего убийцу. Ага. Ну, она у нас, как всегда, ничего не запомнила. Орлов, слушай. Сколько можно своего напарника выгораживать? Так, Олег, сядь. А ты подожди. Не торопись с выводами. Ну да. Да, куда уж торопиться. Сейчас приедет следак из собственной безопасности. И увольняют нас всех чертовой матери. Так, Женя. Все, хватит. Значит так. Я этого СБшника беру на себя. А ты, Олег, давай-ка все оперативно выясни. Давай-давай, пошел. Вытаскивать парня надо. Мне к вам пару вопросов. Сейчас, секунду. Вот кусковой, да? Послушай. Сейчас, секунду. Девушка. Да. Олег, а ты где? Я не могу говорить на службе еще. Может, угостишь меня чем-нибудь? Да я вообще-то на работе. Нет, к вам вопрос. На работе. На работе. Ну так я здесь тоже на работе. на работе. Танец. На работе. 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 Будешь в тетради проверять. Екатерина Павловна, подождите. Орлов, вы-то что-то забыли. Мне с Ульяновым надо увидеться. Зачем это что-то изменит? Я уверен, он никого не убивал. Уверены? А вы знаете, что у него в крови была обнаружена лошадиная доза алкоголя? Так это ведь еще ничего не доказывает. Вообще, в курсе, за кого хотите поручиться? Он ничего не помнит. Смотрите, девушке что-то не понравилось, она захотела уйти. Он ее догнал, он стал сопротивляться, он ее ударил и задушил. Вы можете поручиться, что этого не было? Вот видите, его не знаете. Ну ладно, хотите пообщаться, общайтесь. Я не возражаю. Ну, как там дела на воле? Новости есть? Нет. Вчера ходил в стриптизку, но он... Развлекаешься? Ну, наконец-то! Как тебе девочки? Да хватит дурака валять! Тебя в убийстве обвиняют, а тут сидишь, улыбаешься! Что ты творишь? Начинается! Урок политинформации. Чувствуй себя учеником-двоечником. Олег, я тебе говорил, на тебя Татьяна плохо влияет. Да пошел ты! Если у тебя была бы нормальная семья, ничего бы этого не случилось! Ой, только не говори, что у тебя нормальная семья! Все понятно. Я пошел. Да погоди ты! Мне надо вытащить отсюда. Какая светлая мысль! И как ты себе это представляешь? Тебе побег организовать? Олег, ведь ты же не пьешь. Какой побег? Иди сюда. Иди сюда. Короче, я все придумал. Есть у меня один человек. Федя зовут. Федя! Федя, ты должен сесть за убийство! Надо Ульянова выручить! Ты должен пойти, написать явку с повинной. Детали я тебе расскажу. Как только найдем настоящего убийцу, тебя сразу выпустят. Тем более, в СИЗО ты уже был. Все знаешь, что там да как. А какого, извините, хуй дождественного образа я должен в это вписываться? Я что, вам по-вашему флошар оконченный, что ли? Чтобы за просто так, за мокруху сидеть. Затем ваше доказательство. А, ты ж на условном сроке так. Ладно, уговорил. Только с тебя посылочка. Чай, конфеты, сахар, курево. Ну, само собой, чтобы бродяков уважить. Не проблема. Все сделаю. На свободу с чистой совестью. Предлагаю по бабам. Вить, ты больной? Нет, пока еще не больной, Лежа. Но длительное половое воздержание очень плохо влияет на здоровье. Витя! А ладно, расслабься, шучу. Короче, я пока сидел, вспомнил. А Нита мне говорила про какого-то бывшего, который очень ревнивый. Думаешь, это он ее грохнул? Пуркуаба не па. Я предлагаю разделиться. Поговорю с барменом, а ты с Никой поговори. Они сто процентов знают больше, чем я. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Витя, я уже пытался ей задавать вопросы. Ничем хорошего-то и не закончилось. Да куда ты лезешь со своими вопросами, Лежа? Она же девушка. Предварительные ласки нужны. Ладно, сейчас разберемся. Ну да, Нита говорила, что у нее парень был. Макс. Ну, вроде как они расстались. А почему вы расстались, не рассказывала? Ну, вроде как он жестко подсел на наркоту, все дела, злой ходил. А ей этого не надо было. А можно вопрос? А вот тогда в клубе, почему ты мне не могла это рассказать? Я же не для себя интересовался. Может быть, потому что мы с вами мало знакомы. Алло, Олеш, привет. А ты где? Слушай, я тут из магазина вышла, у меня просто пакеты тяжелые. Так, не могу говорить, не на службе еще. Хотя нет, женатый, без шансов. Ну, приходил к нам ее парень, сидел в сторонке, пил себе заказов. Описать сможешь? Вот что, баба, что ли, я его описывал? Он смотрел на него. Ну, тогда видео с камер наблюдения мне надо. Камеры уже месяц не работают, если на то время их починить. Работаю так, чтобы клиент не расслаблялся. Что ж такое-то, а? Семя, слава богу. Ты хоть что-нибудь можешь вспомнить? А он вроде этот, тату-мастер. Да, точно, у него руки все забиты. Анита у него делала татуировку, потом спрашивала, как ее свести можно. Ну, вот видишь, ну, можешь, когда захочешь. А ты что такой недовольный, как неродной сидит? А ты типа не понимаешь, да? Из-за тебя наша девушка погибла. Не, я понимаю, ты мент, для тебя это нормально, но для меня нет. Так, что у нас получается? Макс у нас этот первый подозреваемый. Раз он такой ревнивый, то мог за вами проследить и каким-то образом попасть в квартиру. Ульянов! Чего? Да горячо! Макса надо искать. Надо. Так, что мы про него знаем? Он тату-мастер, руки у него в татуировках. Слушай, а давай Тимоте арестуем? У него ведь руки тоже все в татуировках. Витя, я не понимаю, это что только мне одному надо? Слушай, да надо к экспертам сходить, фотки взять. А у них-то татуировка была. По татуировке мы уже сможем найти мастера. Да не надо никуда ходить. Я в телефон себе все скопировал. Молодец. Витя, ну что ты тормозиешь? Да потому что это все бессмысленно и беспощадно. Это уже пятый тату-салон, а их в городе знаешь сколько? Да нам года не хватит, чтобы их все обойти. Ну что, отлично, тогда подавмал. Федя скоро отпустят, и Волку узнаешь, она рано или поздно его раскусит. И тогда тебя снова посадят. Ну, значит, снова посадят. Ну что, тоже ничего не знаешь? Ну, почему? Это Макс Широков. Хороший мастер. Был. В смысле был? Он что, умер? Не-не-не, живой. Просто человек творческий, наркотиками балуется. Сначала для вдохновения, потом без. А ты-то у нас с чем вдохновляешься? А у меня все хорошо по жизни. Прет и без препаратов. Так, вы свои зависимости потом обсудите. Что там про Макса? А может, ты еще и адрес знаешь, а? Адрес не знаю. Нарисовать могу. Не, брат, это у нас не пойдет. Слишком дорого. Спроса не будет. Эээ, какая разница? Короче. Бесплатно же досталось. Точно не паленые? Не отравится? Я что, родного брата подставлять буду? Магазин оптового метро знаешь? Ну? Ну вот. Я туда с проверкой нагрянул, они и рассчитались. О, вот это нормальные виски. Пробейте мне одну. Две тысячи. Да не вопрос. Слышь, капитан, я тут приятеля одного своего хотел найти. Служили когда-то вместе. Он тут у вас в полиции. Ульяна это фамилия. Только, говорят, посадили его. Не знаешь, что там случилось? Так он уже освободился давно. Освободился? Слава богу, что все так обошлось. А чужого только дома-то нет. Так, может, у жены? Вообще нормально. Когда это он успел жениться-то? Он уже развестись успел. Спасибо. До свидания. Ну, вот заберут. Слышите, блин, я вообще ничего не понимаю. Мы же с ней вместе были. Тусили там по этим клубам. В Азию съездили. Ну, были там и таблетки были, и алкоголь был. Да, было. Ну, все же нормально было. А она ушла от меня. Я вообще не понимаю. Слышь, ты дебила, кусок. Это ты ее убил, а? Да не убивал я ее. Я один раз сорвался только. Да она сама виновата. Она взяла таблетки мои. Ванита спустила. Я ее не выдержал. И потом все время извинялся. А что ж так штырит-то? Да. Кого-то мне это напоминает. Давай, дорогой, вспоминай. Два дня назад ночью ты был в клубе. Потом куда пошел? Куда? Домой. Домой пошел. Мне плохо было. Я с соседом поругался, а потом уснул. Что? Я ж тебя узнал. Это ж ты с ней ушел, да? Это ты ее убил, гад. Ты ее убил, гад. Не рыбайся. Люся, как я по тебе соскучился. Ты даже не представляешь. Ульянов, отстань. Я когда лежал на нарах, я только о тебе и думал, Люся. Олег, до свидания. Люся, я на тебе женюсь. Ульянов, отстанься. А что она так? Ну, значит, так и порешили. Ульянов, а что ты здесь делаешь? Тебя вообще-то отстранили. Если ты кого-то там вместо себя посадил, это не значит, что тебе здесь все рады. Ну, Евгений Геннадьевич, ну, я прошу тебя, не нагнетай. Ну, что, молодежь, как успехи-то, а? Да привезли парня подозреваемого. Так. Оформили пока за хулиганку, но, скорее всего, это не он убил девчонку. Алиби у нее вроде подтверждается. Хотя соседи могли перепутать. С другой стороны, под описанием убийцы он не подходит, ростом не вышел. Михаил Иванович, так что надо еще покрутить, кому была выгодна ее смерть. Да. Я вот помню случай у меня один-то. Михаил Иванович, может, потом расскажете? Да не перебивай ты меня! Евгений. Так вот. Я как-то одного жулика поймал. Он от меня долго бегал. Умный был, зараза. Так вот, когда он на свободу вышел, он решил мне отомстить. Михаил Иванович, простите. Да-да. Вы имеете в виду, что он за мной приходил? О, а я смотрю, вот тут в алкогольный бутик превращается. И что, сколько стоит такая? Две тысячи. Тебе за полторы я отдам. Давай, беру. Тебя друг-то твой нашел? Что за друг? Мужик какой-то искал. Сказал, что служили вместе. Переживал за тебя очень. Да, Марин, что так поздно звонишь? Случилось что-то? Случилось. Узнал? Узнал? Хотя, чего тебе меня помнить-то? А я вот тебя помню, падла. Виллиса-то. Ну что, встретимся? Меняю твою жену и дочь на тебя. Что ж ты, козлина, языком-то своим чешешь, ко мне не надо? Я вернусь, я разнесу вашу ворюк к чертовой матери! Тань, а что ты вообще решила? Мне бы и в голову не пришло тебе никогда изменять. Тань, ну что ты делаешь? А что, тебе не нравится, что ли? Тань, давай поговорим? А вот так. Таня, да это же свидетельница была по делу Ульянова. Лежа, а ты помнишь, мы договаривались, что никогда не будем врать друг другу? Олег, приезжай в дом, Марина, это срочно. Вы знаете, я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Мне тоже хотелось, чтобы этот человек вздохнулся от боли. Но легче не стало. Вместе она не помогает. Да что ты знаешь-то, знает она. Тяни тихо. А хотите, я сказку расскажу? Чего? Ну, сказку. Настя в это время спать ложится, а я ей сказки рассказываю. Ну и раз все равно сиди. Ну так вот. В тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил-был мальчик. Мальчик думал, что когда он вырастет, он станет принцем. Но что-то не складывалось. Может, потому что его отец-король любил выпить. А может, потому что его мать-королева устраивала скандалы отцов. А потом стала пить вместе с ним. Мальчик часто спал на улице, потому что не мог попасть во дворец. А однажды, когда он очень хотел есть, он первый раз украл. Ему казалось несправедливым, что у всех есть все, а у него нет ничего. А потом мальчик вырос. И он захотел восстановить его справедливость. Он стал забирать у других то, что ему не принадлежит. Тихо, тихо. Мам, это очень страшная сказка. Да нет, милая. Сказка страшная до тех пор, пока мальчик не поймет, что все, что ему нужно, это любовь хотя бы одного человека в мире. Но это самое сложное. Потому что ее силы не забрать. Сидеть, тихо. Сидеть, я сказал. Тихо. Тихо, кушай будет, сидеть. Дверь закрыла на замок. Пистолет, сюда. Слушай, а дай чай попить, а? А то замерз, как собака. А девчонок давай отпустим. Ведь нам есть о чем поговорить, да? Иди. Пошел. Пошел. Сел. Ты же еще лет пять должен был сидеть. Тебя что, по воду отпустили? Слушай, я, конечно, все понимаю, но девчонку ты зачем завалил? Ну да. Сначала я хотел тебя только грохнуть. Но потом подумал, что для тебя это будет слишком легко. Увидел вас с девчонкой, ну и решил сделать все по-другому. Чтобы ты сам на своей собственной шкуре почувствовал, как там небо в клеточку, заборчик в сеточку. Справедливости, значит, захотел. Встал. Че, так сразу? Да. Пошел. Руки. Ствол на землю! Тихо, 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 тихо. А это тебе за семью. Так, ну, с этим, но. Давно все понятно? Орлов, ну ты же разумный человек. Ну что за самодеятельность? Ну почему не доложили сразу? СОБР не вызвали? Товарищ подполковник, ну вы же сами понимаете, надо было действовать оперативно. Евгений Геннадьевич, я все хотел вас спросить. А вот если бы вашу жену схватили, вы бы тоже СОБР ждали? Екатерина Павловна, ну что у нас, каждый день что ли такое происходит? Ну, мы это, конечно, дело так не оставим. Примем соответствующие меры. Да меры мерами. Но что-то мне подсказывает, что этот ваш Ульянов опять во что-нибудь вляпается. Екатерина Павловна, я вам очень благодарен, что вы в меня верите, но боюсь, что я не смогу оправдать ваших надежд. Потому что я дал себе слово с сегодняшнего дня. Ни капли в рот, ни сантиметров. Ульянов! Да молчу, молчу, молчу. Екатерина Павловна, давайте я вас провожу, у меня как раз с вами разговор. Михаил Иванович, спасибо вам большое. Ваша версия оказалась правильной. Давно живу. А вы молодые еще. Хотя молодость не радикулит. Быстро проходит. Да. Слушай, может как-нибудь на выходные я Настю заберу? Мы с ней в кино сходим, погуляем. Кино Насте уже насмотрелось. Ты знаешь, я вообще теперь боюсь ее с тобой оставлять. Слушай, Марина, я от тебя никогда не скрывал, что моя работа связана с риском. Поэтому моя... Продолжение следует... 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Андрей, это ты? Цветы! Как неожиданно! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это та дырка часть 23r söyle ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ус... Не похоже, что здесь жила молодая девушка. А может она эту квартиру снимала, переехала, недавно, обжить еще не успела, а? Ты прям проявляешь чудеса дедукции. Смотри, не выпендривайся. Она вообще в Выборге была прописана. Так, ценные вещи на месте, значит, это точно не ограбление. С другой стороны, Шевцову убили кухонным ножом. Значит, наш злодей убийства-то заранее не планировал. Ну что, остаются только личные мотивы. Да, значит, неправда. Что неправда? А что все спортсмены тупые? Из двадцать седьмой квартиры. Ну, это такая молодая, еще девчонка. Музыков водила, вот и убили. Ну что? Красивая была девушка. Квартиру не она снимала. Мужик какой-то, короче. Что за мужик? Мужик, как мужик. Я в чужие дела не лезу. Тигранчик, это вообще-то твоя работа лез в чужие дела. И проявлять интерес, кто что делает у тебя на участке. Так он и проявляет интерес, только материальный. Вот идет подозрительный человек, надо документы проверить, да? Он подходит, а ему тыщу зубы на, и все, подозрения нету, да? Да. Вот он, мужик. Гражданин! Гражданин! Олег, во вскоре! Стоять! 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 Не с места! Стоять! 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 Ну, да. Я встречался с Оксаной. Время от времени. Я сегодня приехал утром. Ну, мы договаривались. Ну, допустим. А зачем от нас скрывались? А? Ну, я испугался. Я перенервничал, понимаете? Я не знал, что делать. Мы же вчера вечером с ней встречались. Поуживали в ресторане. Так. И что было дальше? А? Ну, она... Она осталась в ресторане. А я... Я поехал домой. Я к жене поехал. Ах, вот оно что. Оказывается, вы женатый человек. Послушайте, я вот это не понимаю. Зачем люди заводят любовниц? Если тебя что-то не устраивает, развестись не проще? Ну, знаешь, Олег, люди разные бывают. Вот есть у меня один знакомый, который делает вид, что жена его полностью устраивает. Хотя он прекрасно понимает, что это не так. Так, ладно, а есть кто-нибудь, кто может подтвердить, что этой ночью вы были дома? Кто? Может. Жена. Жена может. Отлично. Давайте ее телефон мы проверим. Да-да, ты проверю. Позвони, пообщайся. Что случилось? Мне из полиции звонили? Да. Сегодня утро увидели одного человека. Мы должны были встретиться. Договоры-то. Ситуация сложная. Они решили, что это я буду. Ну, все нормально. Ну, тебя же отпустили. Да, да. Да? Да, да. Все в порядке. Да. Ну и слава Богу. А то я уже не знала, что думать. Скоро будем ужинать? Вот. Эй, эй, эй! Эй, эй, эй! Эй, 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 эй! Эй, эй, эй! Эй, эй, эй! Ника, я вот честно тебе скажу, вот таких красотиков, мне лучше, как ты, вот здесь, я никогда не встречала. А ты веришь в любовь с первого взгляда? А можно мне еще один коктейль? Тебе все, что запущешь. Привет. Привет. А ты че такая хмурая сегодня? Да так, тяжелый случай, вторая категория. В смысле? Да все мужики, которые сюда ходят, они делятся на две категории. Первая – постоянно лезется вопросом, сколько ты стоишь. А вторая – зачем ты здесь работаешь? Вон этот из второй. Жениться очень хочет, ждать не может. Ну так а че ты теряешься? Так он уже женат. Ника! А я из какой категории? А ты особенно. Я не могу сегодня встретиться. Я занята в выходные. Ты же говорила, она уедет. Ладно, я так и думала, все как обычно. Все, Леш, я не могу говорить. Вечером созвонимся, все. А я все надеялся. Думал, у меня есть шанс, а его Леша зовут. Ульянов, вы пить завязываете? Тогда, может быть, вы трезво сможете оценивать свои шансы. Да хватит паясничать. Вчера отпустили опасного преступника. А мы-то тут при чем? Его дежурный следователь отпустил. Евгений Геннадьевич, да там никаких оснований для его задержания не было. Да еще сегодня утром результаты экспертизы пришли. Вот. На ноже отпечатков Долматова обнаружено не было, а Шевцова была убита рано утром, около семи часов. А со слов жены Долматова, он в это время находился дома. Я лично с ней общался. Ну, жена тебе все что угодно подтвердит. Ладно, ну пока езжайте с Екатериной Павловной на задержание. В прошлом году в другом районе была убита девушка. Тоже блондинка, тоже цветы вокруг. Очень необычно, поэтому я запомнила. Но способ убийства был другой. Удар тупым предметом по голове. Так это значит серия получается? Очень может быть. Но есть еще один очень интересный момент. Первым подозреваемым по этому делу был Андрей Петрович Долматов. О, дайте догадаюсь. Исследователь его отпустил. Против него не было никаких прямых улик. Да. Ну, значит то, что Долматович сейчас с ней сидит, это не наша заслуга, а ваша недоработка. Здравствуйте. А где ваш муж? Сейчас. Подниму. Андрей! Андрей! К тебе пришли! Не, ну мы можем подождать. Долматов Андрей Петрович, вы подозреваетесь в убийстве Оксаны Шевцовой и Галины Смирновой. Простите, но я ничего не понимаю. А кто это такие? А это любовницы вашего мужа. Кто? Глупость какая-то. Цветы эти. Я никогда не дарил Оксане букетов. Поймите, у нас совершенно другие отношения. Другие. Другие. А что, любовницам нельзя дарить цветы? Да при чем тут это? Понимаете, год назад, ну, когда все это случилось, мне тогда казалось, что меня хотят подставить, ну, кто-то из моих конкурентов. А сейчас? Что сейчас? Вы кого-то подозреваете? Что за бред, а? Она-то откуда может об этом знать? Ну что, говорить про свою жену вы действительно думаете, что это она? Да я вообще не знаю, что я думаю. Я с Полиной уже больше двадцати лет. Нет. Она не способна, она... Она не такая, она... Хотя... Хотя нет. Она любит меня. И она в состоянии держать себя в руках. А зачем вы заводили любовницы, если у вас такая прекрасная жена? А вы знаете, так бывает. Ты любишь одну, а хочешь другую. Типа аж другой. Характер другой, в конце концов, темперамент тот тоже другой. Вы же понимаете? Вот я люблю Полину, а меня тянет вот к высокой стройной блондинке. И что же мне теперь? Бросать жену? Из-за женщины, из-за которой у меня, кроме сексуального вовлечения, ничего нет. Вы же понимаете меня, понимаете. А теперь давайте вернемся к моим вопросам. Витя, и вообще все эти истории с любовницами ничем хорошим не заканчиваются. Вот я считаю, если я женился, то значит я сделал свой выбор. А если я пошел налево, то значит я свой выбор не уважаю. Я не знаю, для меня изменить жене это как... Это как родину предать, я уже понял. А ты вот не задумывался, почему девушки соглашаются встречаться с женатыми мужиками? Вот это я в принципе не понимаю. А я тебе объясню. Просто ты забываешь про такую науку, как статистика, которая гласит, что на десять девчонок приходится девять ребят. И что ты предлагаешь сделать это каждой десятой девчонке, а? Заводить восемнадцать кошек? Или ждать принца на белом коне? Только учти, Олег, с каждым годом принца все меньше, а коней все больше. Да и те глубоко женаты. Витя, да при чем тут статистика? Зачем вообще связываться с мужчиной, если он женатый? Ну вот на что она рассчитывает? Да, Люся, вот на что ты рассчитываешь, когда китаешься на шею женатому мужчине, а? Ведь есть же я холостой, со всех сторон положительный. А почему сразу кидаться? В жизни всякое бывает. Девушка же может рассчитывать, что она нравится мужчине и, возможно, он обратит на нее внимание? Да-да-да, и он уйдет от жены. Люся, ты же взрослая девушка, а до сих пор веришь в такие сказки? Олег, ты до чего довел девушку, а? Витя, что ты к ней пристал, а? Ну, мы, значит, так с тобой и порешили. Хорошо? Хорошо. Так, а что это за балаган здесь происходит? Вам что, заняться нечем? Товарищ подполковник, а мы здесь проводим следственно-психологический эксперимент, проверяем перспективы многоженства в нашей стране. Кстати, а если бы это было возможно, вы бы стали разводиться с вашей первой женой? Чего? Я вот помню, случай у меня один был. Ага. Я только-только женился, и к нам в отдел пришла новенькая сотрудница. Ага. Интересная такая, скажу я вам. Так вот, я… Так вот, Михаил Иванович, ну, вашу биографию мы здесь все хорошо знаем, а ты, Ульянов, держи себя в руках, а то я тебя огорчу. Ой, да ладно тебе. Евгений, они вон, парни молодые, у них еще все впереди. Это нам с тобой уже огорчаться пора. Люсенька, а сделай-ка нам чайку, а? Да. Да. Лариса Николаевна звонила, просила завтра подменить. Привет. Ты скоро? Ну, ты же обещал. Понятно. Может, еще кофе? Нет, спасибо. Посろう. Знаю. Знаю, как? Ну, ты дай в цифре. Или нет, не нужно. Угу. Там-заволчан, к нип-заволчан. Это юмид-заволчан, коницар. Что ж это? Да не переживайте вы так, Катерина Павловна, от ошибки у нас никто не застрахован, даже вы. Далматов-то у нас получается не виноват. А это еще не известно. Да, картина убийства похожа на предыдущую. Нападение совершено опять ранним утром, опять цветы. Но это еще ничего не доказывает. А может, все-таки это жена Далматова? Мы уже не знаем, сколько у него было любовниц. Нет, это вряд ли. Это не она. Я допрашивала ее вчера. У нее по предыдущим эпизодам есть алиби. А может, вы ее и женской солидарности защищаете, а? Соседей всех опросил. Девушка вчера вечером приехала на такси. Ну, одна была, короче. А с чего это у нас такая вот оперативность, а, Тигранчик? Ну, девчонку жалко. Красивая была блондинка. А, все понятно. Если следующая жертва у нас будет блондинка, то... то тогда на тебя можно рассчитывать, да? Ладно. Надо версию отрабатывать. За последние сутки она совершила 17 вызовов. Все некоему Александрову. А сам Александров перезвонил ей всего один раз в 19.03. Так, ну, допустим, он мог быть причастен к ее смерти. Угу. А-а. В 23.40 он уже был на Кипре. Телефон в ровно не засветился. Вот так, значит. Можно, конечно, посмотреть, кому он звонил. Подожди, Ась. А можно попробовать вычислить передвижение убитой по телефону? Как два факса от ослабленных. Отлично. Потом еще одну девчонку проверим. Еще одну? Да, вообще-то их трое было. Первые убили еще год назад. Ну да, подвозил вчера девчонку. Ну? И откуда она вышла? Да что, я помню, что ли? У меня, знаешь, сколько клиентов за сутки. Ну так ты напряги свои извилины, а? Да вроде из ресторана. Через диспетчера вызов был. Хватит уже Катазов обержатинать. Из какого ресторана? Да тут недалеко. Ладно. Видать, диалога у нас с тобой не получится. Э! Ты что делаешь-то? О! Гражданин, а вы это чего? Боеприпасы перевозите? Вот вы менты. А что, срок в обмен на информацию, я думаю, это справедливо. Орлов! А я говорил, нам надо синхронным плаванием заняться. У нас бы получилось. Пойдем. Ты какими судьбами здесь? Да обе наши девушки, Витенька, на колонне гиблии сидели именно в этом ресторане. И это все? У тебя прям чудеса технологий. Учись с людьми разговаривать, они тебе все расскажут. Пойдем. Смотрите, какая интересная ситуация получается. Сегодня рано утром вы ездили на адрес убитой Елизаветы Погодиной. А ее адрес вы узнали накануне вечером. Она просила вас вызвать ей такси. Вы звонили со стационарного телефона. Таксист, который вез ее домой, он в этом районе, кстати, постоянно крутится. Он приехал и на ваш вызов. Какой вызов? Какой таксист? О чем вы говорите? Я после смены устал, как собака. Поехал домой и лег спать. Да? А у меня другая версия. Вы купили цветы, вызвали такси, поехали к девушке, задушили ее, вытерли все отпечатки пальцев, а только после этого приехали домой и лег спать. Продумали все до мелочей, но, к сожалению, вам не повезло. У вас в такси выпали деньги из кармана. Целых десять тысяч рублей. Таксист никому об этом не говорил. Решил бабки себе забрать. Но вас он запомнил. Это он, да? Я его в первый раз вижу. И денег никаких я не терял. Извините, мне работать надо. Ну, конечно. А я смотрю, у вас сегодня прямо аншлаг. Яблоку негде упасть. Ну, ничего, как говорится. Работа не волк, в лес не убежит. Так что, гражданин Игнатьев, поедемте. У нас в отделе пообщаемся. Все, Леш, извини, мне неудобно говорить. А это был ваш молодой человек? Ну, с кем вы по телефону говорили? Этот Леша женат. Женат. А какое, простите, ваше дело? Да нет, я просто. Я же все понимаю. Здесь вопросы задаете вы у нее. Простите, а в чем все-таки меня обвиняют? В убийстве трех молодых женщин. Андрей, мы сможем с этим справиться. Сможем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Екатерина Павловна посчитала, что прямых доказательств причастности его к убийству нет. И поэтому нет оснований содержать его под стражей. Да ну, ё-моё, а! Ну, что значит, ё-моё? Ну, а шо ж вы сами-то, а? От молодежи. Я вот помню, случай со мной был один. Поймали мы как-то одного жулика. Но он, как всегда, сразу в отказку, мол, я не я, корова не моя. И вот никак к нему не подобраться. И чувствую, что он это, он! Ну, в общем, договорился я с одним мужиком. Он дал показания против этого жулика, мол, видел его на месте убийства. Ага. Ну, мы этого жулика сразу за решетку, чтобы не сбежал. Ну, а потом, через неделю, мы собрали уже все доказательства. Ну, Михаил Иваныч! Евгений, ну, а ты как хотел? Наша главная задача, это чтобы преступник оказался за решеткой. А уж как мы его туда отправим? Это дело десятое. О! Вот вы их сейчас научите, а завтра Ульянов пойдет и кому-нибудь что-нибудь подбросит. Ну, да ладно тебе, Евгений. Ну, и что думаешь делать? Это же Игнатьев без варианта. Какой смышленый. Только-то вначале доказать надо. Так, а как? У нас все улики косвенные. Нарушку за ним поставить. Официально нам это сделать не дадут. Остается только самим за ним бегать да следить. Но это тоже не вариант. Конечно, по городу он может долго ездить. Между первым и вторым эпизодом год прошел. Ну, зачем же бегать? У нас же есть новые технологии. А Таня вообще в курсе о твоих новых технологиях? Ой, да иди ты. Привет, Ась. Ась? Хорошо, что не Вась. Мне нужна твоя помощь. Кто там? Курьерская доставка для Волковой Екатерины Павловны. Вам заказное письмо из Москвы. Екатерина Павловна, пожалуйста. Я просто хочу с вами поговорить. Вы можете меня выслушить? Вы можете прийти ко мне завтра в следственное управление и... И мы с вами поговорим. Нет, нет, так нельзя. Это очень личный вопрос. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мне поверили. А вы такая красивая. Знаете, а вы мне сразу понравились. А вот интересно, почему красивые люди всегда одиноки? Вы же не замужем. Представляете, я тоже не женат. Все никак не мог найти свою женщину. Ой, а я совершенно про цветы забыл. Это тебе. На, бери, бери. Он же никогда не дарил тебе цветов. А можешь мне отвечать? Я и так все знаю. А я буду дарить тебе цветы каждый день. Стоять! Так, я пойду в адрес, а ты меня здесь подстрахуешь. Пожалуйста, не надо меня отталкивать. Я не хочу делать тебе больно. Я не хочу делать тебе больно. Вставай! Вставай! Да ты же такая же, как и все! Куда поползла? Стоять! Ты же мне очень нравишься! Я просто хотел с тобой поговорить. Слышишь? Стоять! Стоять! С вами все в порядке? Да. Да. Все закончилось. Все будет хорошо. Ого! Такого оперативного сопровождения я еще не видел. Где Игнатьев? Сбежал? Ага, сейчас. Куда он денется? Слышь, может, я его отпущу, побегаю пока за ним. Тебе ж полчасика хватит. Или пару минут будет достаточно. Желудка, извините. Ну, добрый день. Олег, вы же понимаете, я вчера была на эмоциях, и то, что произошло, это... Екатерина Павловна, вы можете ничего не говорить. Конечно же, я все понимаю. И спасибо вам. Ну, это наша работа. Нет. Я не об этом. Вы мне очень помогли разобраться в одном деле. Спасибо. Алексей, привет. Я хотела тебе сказать, я долго думала, я знаю, что ты от нее никогда не уйдешь. Поэтому, поэтому нам нужно с тобой расстаться. Навсегда. Прощай. Дэна, я вот не понимаю, что здесь столько женатых мужиков? Их что, дома не кормят, что ли? Да что ты не понимаешь-то? Они сюда приходят за тем, что они могут получить дома в семье. Что? На девчонок голых посмотреть? Нет. Ну, они приходят там за лаской, да? За сочувствием. Там, я не знаю, за... Что ты ломаешь? Поехали ко мне. Мне жена надо есть. Ты что, тупой, что ли? Я же сказала, не поеду. Э-э-э-э! Ты девчонку-то отпусти! А ты кто такой вообще? А ты что, не понял, что ли? Повторить, да? Да. Спасибо, Тим. Ну, чего ты, Ник? Ты же мне друг, а я друзей не бросаю. Держи, друг. Таня, откуда цветы? Подарили. Подарили. Кто подарил? Что за человек? Ты хорошо его знаешь. Ну, неплохо. Вообще-то, это ты. Ну, как бы это ты мне подарила на годовщину свадьбы. А это тебе мой подарок. Это очень крутой бренд. Представляешь, твоего размера не было. В общем, я нашла только в Москве и заказала по интернету. Тебе нравится? Нравится. Очень. Нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит так, ты остаешься здесь, мы поднимаемся в адрес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите, а вы чем занимаетесь? Я обычный юрист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это уже вообще ни в какие рамки. Даже в холодильник залезли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, лошьё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, поздравляю, я опять вас сделал. Это что, про нас, что ли? Ну, а про кого? Да я считаю, что всё правильно написано. Сколько у нас нераскрытых краж? Три? Да. Вот у меня тут ещё есть. Привет, менты. Приятно познакомиться. Жаль, что никогда не увидимся. Потому что вы меня не поймаете. Так, это ещё не всё. Ну что, пупсики? Это про вас, пупсики. Расстроились? Я ведь вам говорил, что это только начало. Да. Дерзко. И с юморком. Да, с юморком. Может быть, мне вам альбом подарить? Будете там эти сердечки расклеивать? Я смотрю, вам это нравится. Да, товарищ подполковник, смотрите сами. Каждый раз вор попадает в квартиру через окно. То есть, явно к ограблению готовится основательно. Только вот выносят всякую мелочь. И вообще непонятно, по какому принципу он выбирает эти квартиры. В общем, сплошные загадки. Орлов, хочешь, я тебе подскажу, как быстро раскрыть это преступление? Нужно преступника поймать. Прям цитата из книги «Мысли великих людей». Чтобы раскрыть преступление, надо просто раскрыть преступление. Ульянов! Простите, товарищ полковник. Ты сегодня вообще ел их хоть, что ли? Нам два салата. Вот эти. Девушке стейк из лосося, а мне рибай. Прожарку медиум сделайте. Еще два кофе и десерт для девушки. Ну, чего ты? Хотя да, я тебя понимаю. Сидит взрослый дядька, которого ты видишь второй раз в жизни. На твоем месте я бы тоже напрягся. Даша, я просто хочу тебя угостить. Я ведь могу тебя угостить. Ну да. Ну вот. Знаешь, мне твоя ситуация очень понятна. Ты одна. Работу нормальную не найти. Учиться, наверное, хочешь, а денег нет. Ну, ведь так все. Откуда вы знаете? Да я тоже дедомовский. Я сам через все это прошел. Понимаешь, я хочу тебе помочь чисто по-человечески. Ну, и тем более, буквально вчера хороший вариант появился. Мой знакомый уезжает за границу. А квартиру хочет продать. И цена будет не очень высокая. Из-за срочности. Я помогу тебе все оформить. Обмен с доплатой. Вся разница в деньгах достанется тебе. А вам зачем это все? Когда мне было столько же лет, сколько тебе, я оказался в похожей ситуации. Даже хуже. И тогда мне помог, очень помог один человек. А я даже спасибо ему сказать не успел. Так что, знаешь, это я не тебе помогаю. Это я возвращаю долги. Олег, может кофе? Да, Люся, сделай мне тоже кофе. Может, прям в постели. Товарищ капитан, боюсь, что с вашим характером вам еще долго придется удовлетворять ваше желание самостоятельно. Вот так, понял. О, Тигранчик, а ты какими судьбами? На экскурсии или так тупо заблудился? Ты, кстати, в курсе, сколько на тебя жалоб поступают от населения? Да? Люди такие. Всегда кому-то что-то не нравится. Короче. Спасибо, Люся. Тигранчик, а тебе не говорили, что участковый. А слово участие. Внимательнее надо относиться к людям. Да задолбали они уже. То у них там провода порезали, то кондиционер украли, то спутниковую тарелку. И все это должен искать я? Да, у тебя же более интересные занятия. Малый бизнес покошмарить, бабки отжать. А пока ты там развлекаешься, нам с капитаном Орловым приходится квартирными кражами заниматься. Да, Марин? Ульянов, привет. Слушай, не хочешь сегодня встретиться? А, да. Ой, Даша. Валентин Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. А ты как здесь? Так я же в этом доме живу, вот в этом дворе. Да? А я и не знал. Надо же. А я знакомым заходил в гости. Смотрю, ты идешь. Ну, как ты? Как у тебя дела? Ты есть, когда выпустилась, я все позвонить тебе хотел. Как-то одно, то другое. Ты уж и заведи. Давай не волнуйся, Валентин Степанович. Все у меня хорошо. Сегодня как раз про вас вспоминал. Я тут мужчина встречалась. Ну, вы не волнуйтесь, ничего такого. Он юрист. Он мне помощь предложил. Так вот, я им как раз про вас рассказывала. Дашенька, надо бы поосторожнее быть. Что еще за юрист? Не надо встречаться неизвестно с кем. Ну, ты ведь молодая совсем еще. Мало ли что. Алло? Иван Иванович? Да, я подумала. Я... Я не буду обменивать квартиру. Нет, мне этот вариант не подходит. И вообще, я сама разберусь. До свидания. Марин. Ну, как 10 лет назад, да? Ну, что у тебя там случилось рассказывать? Да, так. Оказалось, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Она осталась. Думала, что он особенный. А оказалось, что он просто женат. Да. А у тебя еще и принципы, чужого не брать. Ведь я вообще-то не об этом. Да я тоже не об этом. Ну, чем тебе все надо говорить? Ты же сама прекрасно все знаешь. Ну, в любой ситуации ищи только хорошее, да? Да. И что же тут хорошего? Ну, как что тут хорошего? Ну, вот смотри. Я холостой. Ты вроде бы тоже свободна. Может быть, нам как-то... Витя, Витя. Марин, да я серьезно, а? Ну, давай попробуем, а? Ну, а что нам мешает? Ну, не получится, мы прекрасно знаем, чем это все закончится. Ну, а вдруг получится, Марин, а? Ну, дай нам шанс, а? Дашка, привет. Сева, привет. А я думала, с тобой случилось что-то. Да не нормально все у меня. Просто замотался. Дела, работа, ну, в общем... Так замотался, что за год ни разу не позвонил. Даш, ну, я правда очень занят был. Ладно, занят и занят, бывает. Ты вообще сам как сейчас? Где живешь? А то я же заходила к тебе, а мне сказали, что ты клафиру продал. А я... Решил сменить место жительства. Сейчас, представляешь, живу с очень хорошими людьми. Правда, они по-русски ни черта не понимают. Но зато я скоро выучу. Таджинский? Что, не веришь? Ну, хочешь, что-нибудь на таджинском тебе скажу? Мантура дуст мя дурам. И как это переводится? Слушай, Даш, я на самом деле по поводу нашего директора детдома хотел проговорить. Про Конькова. Про Витина Степановича? А что ты прям про него так официально? Да есть причина. Коньков хороший человек, ты же сам это знаешь. Таш, он с ними заодно. Это из-за него наши без квартир остаются. Он и тебя разведет. Коньков мне всегда помогал, в отличие от себя. Субтитры создавал DimaTorzok О, посмотри. По предыдущей краже в списке украденного потерпевший указал тарелку с холодцом. А что это у нас за вор такой? Голодным, что ли, все время? Тигранчик, а тебя не учили, что стучаться надо перед тем, как заходить? Тут вот. Это, короче, у него проблема. Черт какой ты обмануть хотел. С квартирой что-то намутить. Она отказалась. Подожди, Тигранчик. Чего намутить? Какой черт? Мою квартиру сожгли. А до этого вчера я встречалась с мужчиной, он предложил продать квартиру. Я отказалась. Мою квартиру сожгли. Так, ну, допустим, и как нам найти этого мужчину? Я не знаю. Он звонил мне на городской. Ладно, садитесь. Пишите заявление, будем разбираться. Эй, 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 ты чего? Я же... Мне же... Мне же теперь идти некуда. Поживешь пока у меня, а там дальше посмотрим. Спасибо вам большое. Так, там моя кровать, моя спальня. Я могу и на кухне поспать. Ты можешь и на коврике. Кончай дурака валять, будешь на кровати спать. Вы знаете, я, наверное, другие варианты поищу. Подожди. Ты думаешь, я тебе предлагаю? Нет, солнце, мне такие жертвы не нужны. Держи ключи. Я буду ночевать в отделе. Мне еще сегодня дежурить надо. Так, ну все, чувствуй себя как дома. Держи ключи. Держи ключи. Держи ключи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слышь, Степаныч, ты какого хрена не в свои дела полез? Почему девчонка отказалась? А я откуда знаю? Я с Дашей вообще давно не виделся. И потом я предупреждал, у девочки сложный характер. Может, все-таки не впутывать ее в это дело? Ладно, я с ней уже вопрос решил. И без тебя. Так что про долю свою забудь. Ты что? Ты сволочь, ты что с ней сделал? Степаныч. Степаныч. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Просыпайся, Ульянов. У нас убийство. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 где ты сейчас что случилось нет хорошо в полиции было заявление написала хорошо давай я приеду скажи мне адрес нет это будет неудобно давай лучше завтра увидимся вот очередное письмо помните отказ тормозов может привести к трагедии поэтому не отказывайте друг другу мои нетрадиционные друзья ну что получается хозяин квартиры вернулся раньше наш злодей попытался выбраться оттолкнул хозяина и так испугался что оставил все свое снаряжение какое снаряжение а он там меревка с крыши болтается а ведь действительно почти бэтмен слушай это чего нас этими обозвал что на виденька долго ждать а доходит я тебе говорил завязываю бухать это скоро сможешь только сидеть и пускать мужскую скупую да пошел ты антон юрьевич а это вы что нашли вору наконец-то да к сожалению пока нет но у меня к вам новые вопросы вам знаком такой коньков валентин степанович нет впервые слушал странно очень странно дело в том что этой ночью гражданин коньков был убит в его квартире нашли записку сердечко а я-то причем или что по-вашему я эти сердечки делал а потом по квартирам раскидывал ну конечно же не вы ну вот что интересно в телефоне конькова ваш номер среди последних набранных а коньков да был у меня такой обращался по поводу оформления недвижимости простите столько клиентов разве всех упомнишь оформления недвижимости нравится Нравится? Что-то вы сегодня такой задумчивый. У вас на работе проблемы, да? Ага. А у нас такая нестандартная ситуация. Дело непростое. Представляешь? Целый месяц за одним воришкой бегаем, все поймать не можем. А он дерзкий такой. Все нам записочки всякие оставляет в виде сердечек. Сердечки? Смешно. Да, очень. Вчера он человека убил. Да ладно бы гады какого-то. А тут директора детдома. Кстати, а ты что-нибудь знаешь о таком? Коньков Валентин Степанович? Нет. Я про него ничего не знаю. Даша, а скажи мне, пожалуйста... Ой, извините, я совсем забыла. Мне же нужно выйти ненадолго встретиться с одним знакомым. Дашка! Как круто, что с тобой все в порядке. Дурак! Ты что наделал? Ты зачем его убил? Кого не убивал? С ума сошла? Ты был в квартире Конькова, я это точно знаю. Да с чего ты взяла? Да это не я, я вообще его пальцем не трогал. К нему мужик какой-то приходил. Я его знаю. Да? Тогда иди в полицию и всем выхожу. Да нельзя мне в полицию. Если ты мне не веришь, они тем более не поверят. Ты что, ты меня ментам сдала, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даша, вот только не надо нас обманывать. Кто этот парень? Как его зовут? Как его найти? Я никого не обманывала. Даша! Давид, да погоди ты! Ну что ты прешь, как танк? Даша, послушай, я тебе верю, ты нас не обманываешь. Но этот парень, он же твой друг, да? А друзей предавать нельзя. И это очень, очень правильно. Но ты просто подумай. Твой друг совершил преступление. Ничего он не совершал. Вы же всех, кто из детдома, преступниками считаете. Ну, Даша, давай подумаем вместе. Твой друг проникал в квартиры, воровал какие-то вещи, деньги. Ты думаешь, это не преступление? А вы сами за свою жизнь ни разу ничего не украли? Что, съел? Да вообще-то нет. Вот только не надо говорить, что ты в детстве у родителей деньги не воровал. Да нет, наоборот. Мы с пацанами ходили по дворам, собирали бутылки, сдавали, а все деньги я давал матери. О, о, что со мной? Я ничего не вижу, кажется, я ослеп. А, это от сияния, которое от тебя исходит. О, перестань, хватит. Ульянов, хватит дурака валять, а. Ну что, обломался психолог доморощенный? А зато у тебя так все круто получилось. Ладно, нам она все равно ничего не расскажет. Есть у меня одна идея. Привет. Даша, это Марина. Марина, это Даша. Очень приятно. Олег, пойдем поговорим тет-а-тет. Даша, какой у вас красивый браслет. Вы его сами сделали? Красивая она, конечно. Да и про Марину вообще-то. Кстати, если тебе интересно, я, может, с ней опять сойдусь. Она, конечно, об этом еще не знает. Я что-то так подумал, а решил в общем. Ну, наконец-то. Первая нормальная мысль за последние годы. Это все люди как люди, а ты… А я королева. Даша, давай попробуем вместе вспомнить, может быть, Сева рассказывал о каком-то месте, где мы могли бы его поискать. Точно. Он говорил, что у каких-то гастарбайтеров живет. Не-не, у меня на участке никаких гастарбайтеров нет. У нас тут не Душанбе. Комендантский район, короче. Ой, что-то мне подсказывает, что есть у нас тут филиал Душанбе. Причем именно на твоем участке, Тигранчик. Смотри, если мы сам их найдем, придется тебе по всему городу бегать котиков искать, чтобы ваша шаверма с братом не закрылась. ТОНЬЧИК ТЫТ ТЫТ Ну слушайте, мы же все вчера заплатили. ТОНЬЧИК Что? О-о-о! Какие люди! Здорово, пацан! Добегался? Давай собирайся. Не надо его трогать. Что-то запах у вас тут какой-то странный. Чувствуешь, да? Депортация попахивает. Эй, стоять! Эй, куда? Сюда. Орлов, ну как всегда. А ты бы еще попкорн купил и колу. А я когда русские с таджиками дерутся, не лезу. Политика такая. Вот и кондиционер нашелся. И тарелка спутниковая. А тут прям целая банда бэтменов. Ладно, давай рассказывай, зачем ты по квартирам лазил. Потому что. Я справедливости хотел. О, ну точно герой комиксов, а? А что вы улыбаетесь-то? В прошлом году, когда у меня квартиру отобрали, вот такие же менты, как вы, меня даже слушать не стали. Ну-ка давай-ка рассказывай по порядку. А что рассказывать-то? Выпустился из детдома. Пришел ко мне мужик один. Помощь предложил. Обменять одну квартиру на другую с доплатой. А я дурак, согласился. А что за мужик? Да вы его уже знаете. Антон Юрьевич, вы задержаны. Это очень интересно. И за что же? А за мошеннические действия с квартирами детдомовцев. Ну и за убийство гражданина Конькова. Бред, у вас нет доказательств. Гражданка Тарасова, узнаете ли вы кого-нибудь из этих людей? Как вы могли. Вы же сами из детдома. Да нет, Даш. Никогда он в детдоме не был. А наоборот, родился в приличной семье. Даже удивительно, как у хороших людей могло появиться такое. Так, 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 так. Все, 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 все. Сейчас все закончится и поедешь за нам. Здравствуйте. А Виктора нет дома? Даша, простите. А сколько вам лет? 18. Ну, в принципе, нормально. Витя все еще молод душой. Это вам. Для романтического вечера. Да, жалко мальчишку, конечно. Я вот помню, когда сам пацаном еще был, залез как-то в соседний сад за яблоками. Павел Иванович, ну, при чем здесь яблоки? Он по квартирам лазил. Товарищ подполковник, ну, смотрите сами. Первая квартира, куда он залез, раньше ему и принадлежала. Вторая другому детдомовцу. Он же пытался найти доказательства, что Ефремов с Коньковым мошенники. Ну, понятно, почему он по документам шарился. Да, мелкие вещи прихватывал для отвода глаз. Это что, его оправдывает, что ли? Товарищ подполковник. Это вам. Чтобы не совершать преступления, надо просто не совершать преступления. ЕГЭ Коновалов. Екатерина Павловна, нам бы встретиться. Так, это что такое? Просто... Вы столько для меня сделали. Так, Даша, нельзя благодарить мужчину вот таким способом. При чем здесь благодарить? Вы мне очень нравитесь. Вы надежны. Вы хороший, вы добрый. Так, послушай меня, ребенок. Выбирать человека так рационально, это тоже неправильно. Тем более, ты Севу любишь. С чего его взяли? Ты его так яростно защищала. Причем сама не была уверена в его невиновности. Так, все, пойдем ужин готовить. Я тебя котлеты научу делать. А то, если ты Севу будешь кормить своим омлетом, я думаю, дело даже до ЗАГСа не дойдет. Что вы ко мне пристали со своим Севой? Сева дурак. И вообще бестолковый. Ну, моя жена меня так же называла. Ой, она же заходила сегодня. Вот вино оставила. Да все нормально. Мне только пока из города нельзя выезжать. Но зато я теперь прохожу свидетелем. Слушай, Дашка, ты прости меня, что я так пропал. Просто подумал, зачем я тебе такой нужен? Без денег, без квартиры. Какой ты все-таки дурак. Слушай, а как та фраза приводится, которая на таджикском? Что-то там ман, тура. Ну, что, Тигранчик, работу новую начал искать? Да я короче... Короче. Берешь своих друзей из солнечного Таджикистана и делаешь ремонт в квартире этой девчонки. Причем за свой счет. Да нет у меня денег. А врать нехорошо. Будешь выеживаться. Я о твоих подвигах твоему начальству рапорт напишу. Понял меня? Нам, по-моему, сюда. Точно, через пару кварталов будет ЗАГС. Пойдем? Знаешь, Ульянов, вот вчера я с тобой в ЗАГС, ты хоть на край света, а сегодня нет. Извини. Марина, у меня с этой девчонкой ничего не было. Да разве это важно? Для тебя твоя работа всегда была и будет важнее, чем я. Опять ты за свое, да? Вообще, зачем эти вещи сравнивать? Работа – это работа. А ты – это ты. Ладно, Витя. Извини, мне пора идти. И спасибо за цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...